Итак, коллеги, Мария Качакова, основатель школы Нораторика, братской нашей школы. Сестринской. Да. Сегодня она расскажет о персонаже игрока. У нас очень много, очень часто мне задают какие-то вопросы по поводу сценариев компьютерных игр. И все время спрашивают, Александр, а вы когда сделаете курсы сценариев компьютерных игр? Я говорю, а смысл? Зачем? Есть Нораторика. Вот, пожалуйста, идите, и там все уже есть. Каждому свое. Все, я тебе отдаю аудиторию, я здесь все время рядом. Если что, ты можешь ко мне апеллировать. Все, хорошо, спасибо большое. Всем привет из Ростова-на-Дону. И сразу, да, попрошу прощения. Я, Саш, где-нибудь на 5 минут раньше уйду, в смысле в 13.55, потому что тут тоже конференция, конференция на конференцию. И пользуясь случаем, да, пока микрофон у меня, я хочу поделиться с вами радостной новостью. У нас сегодня один из основных преподавателей Нораторики, Татьяна Мичурина, родила мальчика. И вот мы сейчас прям вот все сидим и радуемся. Новость была буквально вот несколько минут назад. Крутизна. Поздравляю. Да, да. Это мощь. Это мощь. Это такая радость, когда мне кто-то из учениц моих пишет, Александр, я не успела сдать сценарий, потому что... Я рожала. Я рожала. Это всегда тоже так весело и прикольно. Да, вот это вот единственная отмазка, которая принимается, да. Вот, окей. Так, я сейчас сделаю демонстрацию. А, организатор отключил демонстрацию экрана участникам. Пожалуйста, дайте мне права. Сейчас, сейчас, сейчас я найду. Женщинам должны были дать права уже давно. Так, демонстрация экрана. Простите меня, мои шутки сегодня, они странные. Что надо делать? Что надо делать? Там есть галочка «Разрешить» нескольким участникам демонстрировать. Сейчас разрешить. Так, несколько участников могут... Так, заработала? Сейчас. Да. А, все. Да, все, заработала. Что, я единственный человек сегодня с презентацией? Пока да. О, ну я без презентации не могу, к сожалению. У меня всегда есть вот раздаточный материал какой-то. Да, и так, да, погнали, чтобы у нас еще время для вопросов осталось. Я постараюсь быстро. У меня очень базовая такая лекция для всех, кто первый раз сталкивается вообще с этой темой. Для тех, у кого уже адванс уровень. Не знаю, может быть, вы тоже что-то полезное для себя найдете. Ну, во-первых, я представлюсь. Да, меня зовут Мария Качкова. Я не только руководитель нараторики. Я какое-то время сама работала игровым сценаристом, нарративным дизайнером. На дядю в Mail.ru и Social Quantum и еще нескольких студиях занималась в основном казуальными играми, как здесь видно. И немножечко еще поработала на MMO Skyforge Online, на Mobiton Online. Ну и Skyforge, просто Skyforge. Потом я уволилась и решила сделать собственную игру, что мне, в общем, удалось. В 2015 году вышла моя собственная авторская игра Message Quest на Steam. Соответственно, если хотите узнать, каково это своими руками игру выпустить, я тоже могу много интересного порассказать. Но последние шесть лет я занимаюсь нараторикой, онлайн-школой. И спасибо большое Александру. Благодаря ему она, собственно, появилась на свет. Поэтому, да, нараторика младшая сестра киношколы Александра Малычанова. Итак, да, больше пока про это дело рассказывать не буду. Захотите спросить, где моя мышка? Я вот хочу свою мышку и себя немножко подсвернуть. Смотрите, какая у нас вообще ситуация бывает в кино, и в играх, и в литературе. Я думаю, всем интуитивно понятно, что разница есть. Вот у нас есть такая картинка, которую мы любим обычно показывать всем, демонстрируя, собственно, эту разницу в стритейлинге. Литература у нас идет якобы от третьего лица, хотя мы знаем, что там возможны варианты. Кинематограф в основном от второго, игры от первого лица. Что это значит? Это значит, что человек, который обычно кино, сериал смотрит, сидя на мягком диване или на стуле, у нас является основным действующим лицом и главным героем повествования. В кино такое бывает редко, когда ломается четвертая стена в основном, и зрителя как бы включают в состав, но он все равно остается пассивным наблюдателем. У нас вот аудитория – это субъект. В любом случае, несмотря ни на любой жанр. Да, важное уточнение, которое я здесь должна сделать. Игр очень много разных. Когда мы начинаем говорить о видеоиграх, мы сразу же охватываем там и спортивные игры, и азартные игры, кооперативные игры, ММО, игры для телефонов, чего там только нет. И, конечно, хочется говорить об играх, которые проходятся, вот, так сказать, синглплеерных играх для одного игрока, конечных, которые представляют такой цельный экспириенс. Но как бы даже в рамках вот этого цельного конечного экспириенса у нас будет такое количество вариантов разных жанров, что какие-то обобщения делать довольно сложно, но мы попытаемся. Но держим все время в голове, что здесь у нас точно на каждое правило будет контр-правило, на каждый пример будет контр-пример, и это абсолютно нормально. Все очень сильно зависит от платформы и от жанра. Значит, что вообще такое персонаж игрока? Что за сущность-то такая? Ну, в общем, есть игрок, да, рецепент, который сидит и играет. Есть аватары игрока. Это та фигурка, которой игрок на экране шевелит. Соответственно, там тоже могут быть разные варианты. Я думаю, у всех есть какой-то игровой опыт, и мы прекрасно знаем, что иногда эта фигурка есть, иногда ее нет. Но, в общем, кем-то мы там управляем. И это наша аватара. И вот между этой аватарой и игроком у нас еще и появляется некоторая дополнительная сущность, виртуальная, я бы сказала, через которую мы смотрим вообще на этот мир. Ой, спасибо огромное. Почему так появляется? Потому что, да, далеко не все фигурки, которыми мы управляем, вообще являются персонажами, которые... Сейчас, простите, будут немножко отвлекаться. Все, да. Не все фигурки, которыми мы управляем, являются теми, кто... Я экстраверт. Все, сейчас все уйдут, и я останусь одна. Божечки. Давайте я перейду к примерам. Я думаю, здесь на картинке понятно, да, что вот есть вот это третье странное звено. Я сразу вам его затизерю и раскрою свои карты. Персонаж игрока – это даже не всегда то, чем мы шевелим на экране. Это именно точка зрения, перспектива, вот это вот какое-то призрачное существо, здесь пунктиром отмеченное. Перспектива, с которой игрок смотрит на мир и на события игры, да, чьих целей он достигает. Я объясню на конкретном примере. Вот если мы будем делать игру про Золушку, и какое-то время мы будем играть за эту Золушку. Вот Золушка убирается, вот Золушка там едет на бал, вот Золушка общается с кем-то, танцует с принцем, все замечательно. Но потом у нас Золушка с бала бежит. И когда она бежит, мы знаем, что она должна потерять туфельку. Но Золушка об этом же не знает. То есть у Золушки нет цели потерять туфельку. Мы берем классику, да, мы не подозреваем, что у нас Золушка расчетливая, тут голддиггер такой, которая думает так, куда бы, где бы споткнуться. Она этого не думает, не знает, соответственно, потеря туфельки для нее является сюрпризом. Но мы знаем, как игрок, что она должна это сделать, иначе у нас история, и дальше не пойдет, игра дальше не пойдет. Но у игрока, как правило, скажем так, цели Золушку выдать замуж за принца нет. Игрок, когда садится играть, точно так же, когда человек садится смотреть кино, у него цель, не знаю, развлечься, получить какой-то опыт, получить приятные или не очень приятные впечатления, узнать что-то новое. Он обычно не оперирует вот этими понятиями. Так, мне надо спасти мир. Персонажам тут надо спасти мир, а я проводник их воли. Соответственно, это и не игрока цель тоже туфельку потерять. А чья это цель? Кто у нас, от лица кого мы хотим, чтобы Золушка эту туфельку потеряла? Здесь есть вариант, и вы сейчас можете подумать. От лица феи, например, самый простой вариант. От лица, может быть, какого-то рассказчика, от лица того, кто эту сказку писал. Но обычно вот эта прослойка некой сущности, которая хочет, чтобы Золушка потеряла туфельку и вообще ставит такую цель, у нас есть. Она такая довольно, как сказать, странная эта сущность. И мы сейчас попробуем дать какие-то рамки, дать какую-то классификацию, что это может быть за сущность-то такая, от лица кого мы смотрим вообще на происходящее, кто эти цели ставит. И, по сути, у нас есть два больших, две больших категории таких персонажей. Это заданные и пустые. Возможно, вы об этом уже слышали. С заданными персонажами все просто. У нас есть герои с прописанным бэкграундом, характером, мотивацией. Они имеют имя, они имеют голос. Вот это вот очень важный параметр. Герой говорит от собственного лица. У него озвучка есть какая-то или даже текст пишется от его лица. И здесь киносценаристам бывает довольно просто, потому что вы умеете писать персонажей. Вы можете придумать Лауру Крофт, Геральта Ведьмака из Ривии, Джоэла из Last of Us. Все с ними понятно. Но у нас есть еще один случай, когда персонаж игрока пустой. Вот это вот что такое, персонаж игрока пустой. Это значит, что этот персонаж может быть мужчиной, может быть женщиной, может быть инопланетянином, тральфомодорцем каких-нибудь. У него нет голоса, он молчит, она молчит. Ничто, ничего не говорит ни окружающим персонажам, ни озвучивает свои мысли, свои чувства и так далее. Нам неизвестен бэкграунд, мы не знаем семью этого персонажа, мы не знаем, в каких обстоятельствах этот персонаж рос и развивался. И вот это может ставить в тупик. Мы только знаем, что персонаж оказался в этой точке, и дальше перед ним ставится какая-то цель, и он должен ее достичь. И мы представляем себе так, что игрок, который в этот момент играет, он максимально проецирует себя в этого персонажа. Он становится в эти предлагаемые обстоятельства и как-то там действует, исходя из геймплея, исходя из общей цели, которую ему надо достичь. Нам известно только внешняя цель, все остальное не прописано. И вы понимаете, что уже здесь возникают проблемы, потому что, несмотря на всю эту пустоту, у вас все еще игрок главный герой. Есть такое упражнение, опять-таки киносценаристы, я думаю, с ним не сталкиваются примерно никогда. Игровые сценаристы, особенно на каких-нибудь казуальных проектах, сталкиваются с этим часто, когда вам нужно писать диалоги. Окей, да, у вас персонаж что-то говорит, но эти диалоги должны быть написаны так, чтобы их могли произносить и мужчина, и женщина. Причем, если у вас большой бюджет, вы можете записать диалоги и такие, и такие. А если бюджет маленький, вам просто надо тексты писать сразу так, чтобы и мужчина, и женщина могли их произносить. Соответственно, скорее всего, на русском языке вы попрощаетесь с глаголами в прошедшем времени. Да, и вам надо будет все писать как-то в настоящем. И вот начинается вот эта вот чехарда. И тем, кому интересно, вы попробуете, да, интересное упражнение, как это сделать. И вот вы почувствуете себя в лаптях такого персонажа, абсолютно пустого. Дальше я тоже покажу вам какие-то варианты, но в основном все виды персонажа игрока можно свести вот к этим двум сущностям, да, к заданному герою и к пустому. У нас еще есть вариант кастомизируемого персонажа. Это вот часто делается в RPG, да, но и в каких-то других играх, где опять-таки персонаж может быть любой, хоть мужчина, хоть женщина. Там в экшенах, например, в многих тоже есть кастомизация. Когда вы выбираете пол, вы выбираете расу, вы выбираете класс, вы даже можете какой-то там бэкграунд выбрать из заданных, но тем не менее, опять-таки, история должна строиться так, чтобы любой там и эльф-лучник, да, и гном-маг, могли условно пройти всю эту историю и быть именно главными героями происходящего. Вот подумайте, да, как бы вы строили повествование в этом случае, да. И такой кастомизируемый персонаж, ну, он ближе к пустому, потому что, опять-таки, нам надо в стритейлинге учитывать все эти варианты. А вот есть, например, стратегии, да, или вот Sims. Да, вот я выбирала специально проекты, которые знакомы, будут больше, наверное, знакомы аудитории. За кого игрок играет, когда он смотрит на мир сверху, да, или там цивилизация какая-нибудь. У него, тем не менее, есть свой какой-то персонаж внутри игры, потому что, если мы будем брать даже шахматы, например, в шахматах мы не сами за себя играем, мы как бы играем за вот этого военачальника, который руководит армией. И точно так же в играх такого типа, там, в цивилизации мы играем вот в какой-то там симулятор бога, например, да, мы решаем судьбу целой цивилизации. Там в героях мы играем, пожалуйста, тоже за какого-то, не знаю, главу этого государства, который этих героев, которых у него может быть, там, не знаю, сколько угодно, да, отправлять, дает им задачи. Вот он эффективный менеджер такой. Там, когда мы играем в Sims, то же самое происходит. И вот, пожалуйста, возникает этот вопрос, да, какие цели мы преследуем, от какого лица мы говорим. И даже в этом случае у нас сторителлинг есть, да, у нас все еще есть история, у нас все еще есть сюжет. Причем обратите внимание, что в таких случаях он может быть не совсем вот прописан в том варианте, который нам привычен, да, в хронологическом, скажем, варианте события за событием по очереди происходят. Нет, у нас игрок получает гораздо большую свободу, он сам своими действиями формирует свою историю, а мы должны ему для этого предоставить площадку, да, место для сценариста тоже в таких случаях у нас, конечно же, в команде есть. кроме того, вот кроме этих двух типов, которые там, двух с разными вариациями, дополнениями типов, которые я вам показала, да, заданный персонаж, пустой персонаж, у нас есть также лицо, от которого мы играем. И это несколько другая история, да, то есть мы не путаем лицо, и мы не путаем вид персонажа игрока. То есть есть игра от первого лица, где мы буквально вот своими глазами на это смотрим. И от первого лица мы можем играть и за заданного героя, да, и за пустого персонажа. Вот, например, слева у нас Half-Life, да, и у нас там такой спорный вариант персонажа, который где-то считается пустым, но я бы его скорее отнесла больше к заданному, потому что мы играем за Гордона Флимана, у него есть бэкграунд, у него, ну, то есть есть какая-то профессия, у него есть внешний вид заданный. Он не говорит. Это его роднит с пустым персонажем, и в него легко себя спроецировать. Но в целом, да, мы знаем, кто мы в этой вселенной. Ну, вот справа еще не вышедшая игра, замечательная, где, я даже не знаю, за кого мы там играем, но интересное ноу-хау, там пистолеты разговаривают, например. Да, это игра от создателей Рико и Морти. Вот, очень интересный вариант. В общем, первое лицо. Может быть, от пустого персонажа, может быть, от заданного персонажа. Игра третьего лица, где мы как раз видим эту аватару, которой мы управляем. Тут мы аватару не видим, но она подразумевается, что есть. По всякому случаю, руки у нас есть. В играх от третьего лица мы видим, за кого мы играем. И то же самое. У нас может быть заданный персонаж. Вот слева у нас Hellblade, Sinos Sacrifice, где мы играем за женщину-воина, кельтку, как это правильно сказать, которая пытается спасти своего возлюбленного, умершего. Полностью прописанный персонаж. А справа у нас фигурка из игры Journey. Персонаж без пола, без имени, без возраста. Вот какой-то некий странник, который может быть кем угодно, и игрок тоже может себя в него спроецировать. Вот у него есть какая-то фигурка в этом странном новом мире, где он очутился, и он знает столько же, сколько персонаж. Вот опять же, это очень важный параметр. Сколько знает игрок, сколько знает персонаж. Тут разные пропорции могут быть. Если в кино, опять же, нормально, что персонажа знают больше, чем зритель, и даже моветон делать диалоги для зрителя, когда персонажи просто проговаривают информацию, чтобы зритель был в курсе, то в играх у нас все несколько сложнее и интереснее в данном случае. Так что игры от первого лица, игры от третьего лица – это один способ классификации. Заданные персонажи – пустые персонажи. Это еще один способ классификации. Как можно сформулировать отличие кино от литературы именно по персонажам игрока? Если у нас пустой протагонист, вы уже поняли, что появляются некоторые сложности. Вот я про Пол сказала, про то, что он молчит сказала, про то, что нет бэкграунда сказала. Вот вам примеры тоже из двух игр. Слева у нас Frostpunk. Это такая стратегия, скажем так, сити-билдер, где человечество после постапокалипсиса на краю света в зиме и безнадеге пытается как-то отстроить свой маленький город вокруг реактора, который генератора тепла, скажем так. И игрок у нас, соответственно, играет за управленца, который руководит всей этой компанией людей и принимает сложные решения. И наш сюжет заключается как раз не в том, что мы там придумали, не знаю, вот появятся персонажи, они будут разговаривать, у нас, значит, там, не знаю, события какие-то произойдут и так далее. Нет. У нас сам игрок принимает важные сюжетные решения, например, вот, не знаю, простите, кормить людей телами мертвых или опилками, да, или там детей учить или заставить работать, да, или там взрослых, там, не знаю, дать им все-таки отдых или пусть они работают, там, 24-часовые смены. Это очень сложные все решения, такие моральные сложные выборы, которые вставятся именно перед игроком, а не перед персонажем, да. А вот справа у нас игра «Инскрипшн», она недавняя, мне она безумно нравится, где, пожалуйста, да, начинается с того, что мы сидим в какой-то избушке в лесу, играем с непонятным темным существом, у которого мы видим только глаза. Ничего хорошего, очевидно, с нами не произойдет, если мы проиграем. И вот, да, и тем не менее, вот, кстати говоря, если я привела пример в «Фростпанке», где у нас история возникает из действий игрока, и нам надо просто сами эти выборы задизайнить, да, придумать, что там такого, какую жесть там можно еще сделать, чтобы, скажем так, пощекотать нервы игроку, да, то игра справа, она гипернарративная, она гиперсюжетная, там сюжет проходится до конца, да, двигает сюжет действия игрока, то есть когда игрок, там, по избушке можно ходить все-таки, когда игрок встает и находит там какие-то предметы, с чем-то взаимодействует, сюжет двигается, но, да, игрок сам решает, не то, что сам решает, зависит от игрока, как он будет двигаться, и в каком порядке он будет двигаться, и вот это вот тоже часто взрывает голову там киносценаристам, потому что нет прямой хронологической линии сюжета, вот. Кстати говоря, вот здесь лайфхак такой, очень часто игровые сценарии, построенные как раз на перемещении игрока в локации, которая может быть в любую сторону, да, и может взаимодействие с какими-то объектами может быть в любой последовательности, в этом случае сценарий пишется не хронологически, а пространственно. И сложность состоит в том, чтобы забалансить, задизайнить историю так, чтобы с любого конца, да, все равно выстраивался экспириенс. Очень любопытное упражнение, попробуйте, если думаете о том, как бы вот мне киносценаристу еще бы в геймдев попасть. Вы видите, сколько у нас отличий, принципиально иное мышление, да, нам традиционное кинематографическое мышление тоже очень полезно. Вообще, я считаю, что из киносценаристов можно как раз хороших игр сценаристов вырастить, потому что у киносценаристов уже вшит навык хорошего русского языка, хорошего письма. Этого очень не хватает у нас в игровых сценариях, к сожалению. То есть там первоочередная задача научить людей ставить запятые. Все-таки в киносценарии приходят люди, которые умеют это делать по дефолту. Соответственно, переучить киносценаристов на игровое мышление, там, не знаю, тем же самым пространством, например, или пустым протагонистом, попроще, как мне кажется. Но нужно иметь определенный игровой опыт, чтобы вы понимали, как это все работает именно с точки зрения истории. Еще одно важное отличие, которое, с моей точки зрения, представляет, наверное, самую большую сложность для всех, в том числе для игр, где у нас заданные персонажи. То есть пустой, понятно, а вот с заданным персонажем, казалось бы, тоже все понятно, но на самом деле нет, потому что проблема заключается именно в рассинхронии между игроком и этим персонажем. Вот то, что я говорила в самом начале. Есть фигура игрока, есть там аватарка, да, с заданным персонажем у нас вот эта вот странная область персонажей игрока и аватара совпадает. Да, у нас, я вернусь немножечко в слайдах, не всегда у нас вот такая вот троица, да, в случае с заданным персонажем вот эти вещи объединяются, персонаж и аватара игрока, потому что мы буквально шевелим вот прописанным героем. Соответственно, у Геральта, вот тут пример из Ведьмака, да, есть Геральт, у него есть сюжетная задача найти Цири, за ней идет дикая охота, ей грозит опасность, он ее отцовская фигура, соответственно, он хочет ее защитить, он хочет ее спасти. Но у игрока, который сидит на стуле, задачи совершенно другие, он пришел сюда развлекаться, у него есть большой открытый мир, где у меня ничего не здесь, ну ладно, я про спойлер, да, у игрока есть большой открытый мир, где можно заниматься чем угодно, кроме спасения Цири. Вот видите, да, карту с количеством вопросиков, каждый вопросик это какое-то маленькое событие, там, либо схватка с разбойниками, да, либо с какой-то там монстром вылезет, какое-то спрятанное сокровище, там, может быть, там разные варианты. И вот игрок в это все приходит, забывает про Цири и идет открывать эти вопросики. Или идет играть там в карточную игру Гвинт, которая вот, встроенная игра в игре в Ведьмаке, да, там, или идет собирать сеты ведьмачьих доспехов, которых много. то есть у игрока одни потребности, у персонажа другие потребности. И у нас возникает то, что мы называем людонарративным диссонансом, конфликтом между игрой и историей. И этот конфликт как раз и заключается в том, что история у вас, не знаю, какая-нибудь, вы прописали там пафосную историю, там, не знаю, все плачут, какие-то события у вас там драматургические, запланированы, да, а игра у вас про, там, не знаю, веселый шутерок, где надо всех, там, стрелять, там, да, или какую-нибудь платформу, где надо что-то где-то карабкаться. На первый взгляд кажется, что можно сделать, там, не знаю, вот у вас игра, вот у вас история, они там как-то идут по очереди, и вроде как очень многие игры так работают, да, но качество старителлинга страдает. Если у вас вот появляется вот эта вот игра про одно, история про другое, экспириенс становится разорванным, и история перестает, как бы, вообще иметь особый вес, который вам хочется, как сценаристу, чтобы у нее был, потому что сюрприз-сюрприз, да, в играх история скипается, катсцены скипаются, диалоги скипаются, предупреждая вопрос, а можно ли сделать их не скипаемыми, лучше не надо, это выбесит абсолютно всех, да, вы только подумайте, а если игрок перезагружается, а если игрок там перепроходит, да, а если игрок просто не хочет вот так вот форсить стритейлинг, там, бивать его, то есть это равноценно тому, что вы человека привязываете к стулу, вставляете ему в глаза распорочки и заставляете его смотреть то, что вы замечательно написали, мы этого не хотим, правильно, мы не хотим заставлять, мы хотим, чтобы люди сами хотели эту историю, и лучший способ это сделать, это историю геймплей сплести так, чтобы их вообще нельзя было разделить, где тут геймплей, а где тут история, этот людно-нарративный резонанс, да, так вот, какие у нас бывают эти людно-нарративные диссонансы, то, что я назвала в Ведьмаке, это конфликт срочности, да, игра говорит, иди спасай Цири, ей плохо, она там где-то гибнет, а ты тут в гвинт играешь, а игрок такой, типа, ну и ладно, опаньки, какой у вас пошел, ну то есть, все, у вас потеряно погружение, да, у вас игрок не сочувствует персонажам, он не воспринимает это всерьез, ну ладно, с Цири ничего не случится, подумайте, если бы Геральт так думал, да, но Геральт думает одно, игрок думает другое, нехорошо, то есть, вот это был вот этот вот пример, второй вариант людно-нарративного диссонанса, это конфликт целей, это когда мы снимаем конфликт срочности, и цель у нас уже не срочная, и нам уже не обязательно вот бежать прямо сейчас, роняя тапки, что кого-то там спасать, да, но у нас прописано, что персонаж игрока хочет эту цель выполнить, но опять же, очень много других активностей, и игроку не до этого, и здесь вот пример из того, что я сейчас прохожу, и где я это вижу, Assassin's Creed Origins, да, у героя убили сына, герой хочет отомстить, понятное дело, что там для отца, потерявшего ребенка, это основная доминанта, он в принципе что-то делает по этой игре, да, в принципе у нас начинается игра и история именно из-за того, что герой хочет отомстить, но у нас примерно то же самое происходит и в Assassin's Creed, есть позбочные квесты, есть тоже всякие вопросики, есть там много разных активностей, и вот получается, что сюжет такой, говори так, иди поговори вот с этим человеком, он тебе даст новую информацию об убийствах твоего сына, а ты такой, да, только я сейчас сперва пойду и там, в общем, поищу какие-нибудь сокровища, да, чтобы купить себе новый красивый скинчик, как вы понимаете, никакой драматургии тут нету, никакой, ну все, да, она порушена, она порушена самой сущностью игры, соответственно, как это делать, как этого избежать, не допускать в самом начале, но это, конечно, про высокую культуру разработки, немножко про мир розовых фей, каким-то студиям это прекрасно удается, да, какие-то, к сожалению, забивают, но это как бы другой доклад для другой аудитории. Что еще у нас есть? У нас есть конфликт методов. Персонаж игрока у нас по характеру в катсценах, в сюжете прописан один, а по действиям и по геймплею он у нас другой. И здесь мы приходим к классике, да, у меня только одна классика, две классики у нас здесь. Это Натан Дрейк и Лара Крофт. Это просто вот две иконы людонарративного диссонанса. Почему? Потому что по истории у нас Натан Дрейк, рубаха парень, приятный такой, замечательный человек. А по геймплею он убил больше людей, чем все персонажи боевиков, там, восьмидесятых вместе взятые, да, Шварценеггеру и не снилось, сколько за все там четыре игры Uncharted у нас перемочил Натан Дрейк. Я, кстати, специально здесь ставила фоточку не персонажа из игры о Тома Холланда, потому что как раз у Тома Холландова харизма этого типа, да, он такой доброе, открытое лицо, приятное, вот он весь такой светлый герой, да, амплуа такого рыцаря, там, не знаю, этого, как его называют, Персиваля, да, Персифаля. Вот, а персонаж у него в игре вот такой вот, с Ларой Крофт то же самое, вот в ребуте Лары Крофт, который писала Риана Пратчетт, дочь Терри Пратчетта, произошла катастрофа, которая сделала эту игру опять-таки иконой людно-нарративного диссонанса. По сюжету, написанному профессиональным сценаристом, Лара Крофт, в какой-то момент, выживая на острове, это ее первое приключение, это, собственно, оригин персонажа, да, как у нас из студентки-комсомолки-спортсменки вырастает вот эта вот, простите, бабень, которую потом будет когда-нибудь играть Джолина Джоли, если вы помните старые экранизации Лары Крофт, это вот машина такая, да, с пистолетами, все красиво, все очень нравится, а здесь вот мы рассказываем, как это случилось, да, как героиня такой стала. И вот, значит, в какой-то момент, ради выживания, ей приходится убить оленя, и для нее это прям, не знаю, событие, она плачет, это ее ломка какая-то, это вот ее первый шаг во тьму, можно сказать, да, все так красиво и пафосно, но, к сожалению, по геймплею, опять-таки, эта Лара зачищает весь остров и выносит кучу мужиков, которые, конечно, плохие, пираты, там, да, значит, редиски, да, нельзя такими быть, то есть это как-то оправданно морально, но, вот, да, с одной стороны, куча убитых людей, с другой стороны олень. Я, конечно, могу тоже, в принципе, оправдать это тем, что, ну, олень как бы ни в чем не виноват, поэтому его жалко, но большинство игроков заметили этот момент, он им не понравился, потому что, когда такое случается в игре, у людей включается вот это вот Станиславский не верю, вот когда у нас происходит Станиславский не верю, у нас рушится погружение в игру, да, игрок вспоминает, что он игрок, в идеале мы хотим достичь того, чтобы игрок потерялся в этом экспириенсе, забыл, что он Вася Пупкин, соединил, и слился с Ларой Крофт, да, ментально, и проживал сам все эти эмоции, все это приключения, вот за этим нужны игры, да, для того, чтобы проживать все эти приключения, а не просто наблюдать за ними через зеркальные нейрончики, тут как бы посильнее, чем зеркальные нейрончики у нас в играх, все, вот, а когда такое происходит, игрок такой, ой, надо же, что-то я ногу отсидел, и вообще надо проверить там твиттер, да, пойду поем, все, мы его потеряли, мы потеряли весь драматургический накал, который мы до этого выстраивали с танцами, с бубнами, которые сложнее в играх делать, сложнее, чем в кино, вот прям сложнее, я считаю, что сценарий для игр писать сложнее, потому что игры разрабатываются как программное обеспечение, да, там совершенно другой продакш, поэтому и требования другие, да, и в принципе режим работы другой, все другое, надо к этому как-то адаптироваться к киносценаристам, что у нас тут еще осталось, конфликт ценностей, персонаж игрока делает то, что игрок сам бы не выбрал, но вот этот конфликт, он, кстати, очень любопытный, потому что он может быть не только источником негатива, источником негатива он может быть стопроцентный, выбивать он может как миленький, но иногда он может быть как раз таким нарочитым резонансом, да, вот я сейчас приведу пример, он, в общем, скорее хороший, чем плохой, это концовка Last of Us, когда Джоэл, главный герой, простите, я со спойлерю, но в играх это такая уже классика вроде Шекспира, где сюжет всем известен, и честно говоря, вот этот момент я не считаю критичным, я терпеть не могу спойлеры игр, да, потому что, ну там геймплей спойлер, да, если вы рассказываете человеку, как решить головоломку, вы его лишаете того, зачем он эту головоломку решает, здесь все-таки, с моей точки зрения, ну не так критично, да, сюжетный немножко спойлер, но, в общем, здесь нет вот этой вот геймплейной головоломки, соответственно, герой приходит спасать, вот тоже дочь свою, названную, и там выбор, как бы слезинка ребенка против всего мира, да, если мы хотим сделать лекарство от зомби-апокалипсиса, нам нужно убить маленькую девочку, если мы, как бы, девочку не убьем, то человечество продолжит жить в постапокалипсисе, и не факт, что выживет, и герой принимает за игрока решение, что делать, герой, то есть у игрока нет никаких других вариантов, кроме как убить всех этих невинных врачей, и забрать девочку, и многих игроков это тоже выносит, потому что они такие, типа, я думал, мне дадут выбор, я думал, мне дадут агентивность, а тут герой принимает решение за себя, я всего лишь его руки, но здесь, вот как ни странно, вот этот вот конфликт, он приносит некоторый негатив, но через это он, вот этот вот катарсис создает, да, когда игрок такой, а как бы я поступил, а если я не согласен с персонажем, а если я согласен с персонажем, выбор тут прям красивая, драматургическая дилемма, да, из палаты меры весов, такой прям из учебника пример, и игрока в этот пример втягивают, через то, что на самом деле у него отнимают управление, как ни странно, вот эти вот проблемы, которые подстерегают, да, я еще раз верну этот слайд, вот на пути, вот здесь, вот на решении этого вопроса, да, рассинхрон между игроком и персонажем игрока, и как вы видите, экспириенс, наш драматургический сценаристский, который мы хотим создать, эта штука может сильно испортить, значит, что еще тут хорошего, да, выводы, мы потихонечку приходим уже к выводам, главный герой в игре больше похож на актера, а не зрителя, мне кажется, вот эта вот линза переменного восприятия может вам как раз хорошо помочь, да, это человек, который действует в предлагаемых обстоятельствах со своей сверхзадачей, с целью, которую ему ставит игра, то есть герой, игрок, да, это не зритель, это актер, вот, такую мы смену делаем, рокировку, и вот, что мне очень нравится, да, арку трансформации, путь героя, у нас проходит не только персонаж, мы умеем писать арки трансформации для персонажей, да, мы сейчас вам такой там путь героя забабахаем, вот, Спилберг зашитается, но игрок тоже проходит этот путь героя и арку трансформации, вернее, и мы хотим, чтобы он ее прошел, он может ее не пройти, он может проскипать вот это все, да, он может, или наоборот, игрок-то может пройти, а персонажа нет, потому что игрок-то все проскипал, вот, это могут быть разные арки, разные пути, и здесь, на самом деле, просто огромный потенциал игр, как красиво мы можем со всем этим играть, вот я предыдущий пример, да, приводила, когда идет рассинхрон, но он продуманный, он задизайненный, и он создает как раз этот экспириенс, и вот здесь вот с этими арками, трансформациями и путями героя, прям можно творить очень клевые штуки, очень экспериментальные, интересные и незабываемые просто для людей, которые потом с этим всем будут иметь дело, вот, вот так вот я оттераторила немножко свой контент, и я готова отвечать на вопросы, так, сейчас я тебя с тебя врублю, давайте я остановлю, это, презентацию я скину, это все я дам, да, как раз люди спрашивают насчет презентации, ребят, я потом в описании видео добавлю ссылку на презентацию, выложу куда-нибудь, яндекс, а нет, она у меня в гугле, это ссылка, да, все супер, так, интересно, могут ли взаимно встраиваться персонажи игры и кинофильмы, не говорю о переснятых компьютерных играх, а об использовании игровой структуры, персонажей в киносериале, я, честно говоря, не очень понял вопрос, потому что структура-то, она более-менее одна и та же, да, то есть у нас есть герой, который идет к какой-то цели, да, то есть если прям вот совсем упростить все, то получается, если взять один частный случай игр, в которых заданный персонаж идет к своей цели, а если у нас толпа героев, а если игрок может переключаться между разными героями, а если, ну, в принципе, если у игрока пустой персонаж, опять-таки тоже один, да, это тоже будет похоже. Какая структура в пассиансе Кацинка? Какая структура в пассиансе Кацинка? Путь героя, у вас, значит, обычный мир, зеленое поле, так сказать, зов к приключению, вот вам эти карты нападали. Слушай, Маш, я немножко, можно в другую сторону попробую развернуть, я помню, ты запостила один раз замечательную статью, или это был пост, где автор разбирал разные случаи структуры, не только европейские, но индийские, африканские, корейские, китайские, и так далее. И у меня она не идет из головы. Мне начинает казаться, что вообще вот эта структура героя, структура истории, то есть которая, то есть мы исходим из того, что Кэмпбелл, да, он изучил мифы и сказал, во всех работающих мифах есть история героя, который идет к цели. Но нет ли здесь когнитивного искажения, когда ты подгоняешь задачу под ответ, то есть у человека было представление о том, что история это всегда сюжет про героя, который идет к цели. И, соответственно, он выбирал только те мифы, в которых это есть. То есть это получается чисто такая европеецентричная, европеецентричное мышление. А скажем, в африканском, да, там, по-моему, я не помню, то ли Нигер, то ли Конго приводится, да, и там структура вообще другая. Да, то есть там человек задает вопросы, человек задает вопросы, да, а ему зрители на эти вопросы отвечают. То есть вообще само взаимодействие со зрителем другое. Вот нет ли в этом, опять же, да, действительно, нет ли в этом какой-то ошибки, да, когда мы подгоняем вот это представление о структуре, под наши европейские мозги? И игры, игры, они сейчас более распространены, чем фильмы, более распространены, чем книги, и может быть, как раз таки есть игры, в которых структура ближе вот к этим разнообразным другим мифам, чем к нашему, нашему пути героя. Нет ли такого? Я, скажем так, не занималась конкретно такими исследованиями, хотя вот так, как ты сейчас ставишь задачу, это прям готовая тема для диссертации, вот, посмотреть разные виды игр с разными типами персонажей, да, там первое, третье, там разные жанры, и посмотреть, как там строится структура именно истории. И, скорее всего, там, конечно, будет много всего. И вот, например, да, самая известная восточная структура, такая на слуху у нас, это кишетенкетсу, ну, или кишетенкетсу, японская структура, по которой хок строится, и игры тоже по ней делаются. И это не путь героя, да, если мы возьмем какую-нибудь атаку титанов, которая прекрасный драматургический шедевр, она построена не по пути героя. Да. Вот, она построена, то есть там структура другая у серий. И вообще аниме, вот, да, оно немножко другому строится. Поэтому, да, я считаю, что ты абсолютно прав насчет некоторого искажения. Я считаю, что путь героя – это один случай из разных, ну, как бы есть другие случаи. Но почему мы так его любим, везде используем, тиражируем, и какой смысл в том, чтобы его все-таки продолжать, потому что это все-таки для западноевропейского рынка самая кассовая история. Вот если мы хотим, да, 95% аудитории масс-маркета сделать блокбастер, мы делаем путь героя. Потому что все остальные варианты у нас будут, как бы, да, то есть не всем повезет сделать Мстителей. Да. Вот. Вот так вот. То есть есть смысл в этой структуре, но она даже в играх на самом деле, которые вот синглплеерные, да, проходимые до конца, эта структура есть. Мало того, она еще хорошо ложится, потому что у нас многие, часть этой структуры вшиты в саму природу игр. Все эти... Нам не нужно придумывать обстаклы, да, препятствия. Да. У нас уровни, геймплей, да, геймплейные челленджи. Нам не нужно придумывать, там, мидпоинты и, там, финальные басфайты, потому что у нас есть боссы, да, все. Мы вот как бы... Единственное, что нам надо драматургически всех этих басфайтов красиво заворачивать, как раз, чтобы были вот эти вот откаты, например, да, чтобы я не просто победил босса и дальше пошел. И никакого эмоционального у меня здесь релива нету, кроме того, что я его победил. А чтобы у меня еще история как бы этому пику соответствовала. То есть, в чем проблема с игровыми сценариями? С тем, что они должны идти от геймплея. Потому что есть кривая в геймплее, и мы от нее строим сюжет, а не от чего-то еще, да, а не от сюжета мы строим эту кривую геймплея. Так не работает, так не бывает. Вот. В общем, со структурой ты загнул, мне кажется, это прям отдельная большая тема. естественно, я об этом все... Разбуди меня ночью, я думаю о структуре. Была же игра, я не помню, кто, по-моему, Коля Дубовский мне про нее рассказывал, или ты... Короткая игра, где действие происходит на кладбище, и там сидит старушка, вспоминает этих самых... Я не помню, название... Гривьяр. Как? Гривьяр. Гривьяр, точно. И после этого она встает и уходит, и все. То есть там вообще больше ничего не происходит. Это хокку такое. Ну, тут вопрос, считать ли это игрой. Да? Сейчас целый огромный срач, что считать игрой, что не считать игрой. То есть можно сказать, что это интерактивный experience. Вот. Я иногда некоторые вещи... Является ли интерактивный experience игрой? Где грань? Не знаю. Я обычно говорю... Сколько раз надо нажать на кнопку, чтобы это стало игрой? Ну, не знаю. Это реально очень сложно и можно поругаться. Мне все-таки кажется, что какой-то фильм... Является ли фильмом фильм этот самый Empire Stealth Building Уорхола? Мы это все проходили. Является ли Черный Квадрат картиной? Да. Ну, короче... Эмоциональный опыт ты переживаешь. От тебя что-то зависит там. Окей. Хорошо. Какой вопрос был? Ну, там же нет пути героя. Почему нету-то? Ну, какой там... А игрок проходит. Какие она препятствия преодолевает? А игрок, который оказывается в неизвестном окружении, который пытается понять, что здесь вообще делать, который в какой-то момент загружается тем, что он на кладбище и падает в этот мидпоинт. Ну, стоп. Тогда опыт проходит... ...возвращаться. Опыт тогда проходит не персонаж, а игрок. У меня про это весь доклад был. Да. Да. Так, нет. Сейчас, подожди. Проходит ли он путь героя при этом? Да. Вообще, вот если взять, мне кажется, ну, да, я сейчас сделаю такой ассамшн очень большой. Да. А, чёрт возьми, игрок, когда играет в игру, проходит путь героя. И, может быть, в какой-то игре он проходит его неоднократно. Вот я играю в Genshin Impact. Да, самая популярная игра сейчас среди, там, не знаю, подростков и всех остальных. ММ-мошка такая. В которой ты... Причём синглплеерная. Ты можешь в неё один играть. И вот ты играешь, у тебя вечерняя сессия. У тебя есть квест. Каждый квест — это маленький путь героя. Дальше у тебя... Ты идёшь вообще не по квесту. Ты куда-то идёшь. Это какие-то энкаунтеры случаются. Ты находишь какую-то деревню врагов. Ты её выносишь. Ты там лутаешь. И вот каждый вот этот вот маленький опыт, он организован как путь героя. Просто путь героя — это, ну, как бы, реально такая структура, которую мы проходим постоянно. Ну, преодолеваешь препятствия и каким-то образом меняешься. Да, да, просто тут, понимаешь, вопрос, как бы, опыт человека, да, он очень путигеройский, а структура истории и структура сюжета может быть не путигеройская. Вот тут надо, мне кажется, вот эту развилочку сделать. Вот, потому что, если мы будем брать тоже кишутенкетсу, это немножко не про человеческий опыт, это немножко про организацию материала, про подачу ради драматургического эффекта. Потому что у тебя есть первый акт — водная, второй акт — развитие, третий акт — новая водная и четвертый акт — соединение этих двух водных. Да. Но это как соотношение архитектоники, вот то, что мы раньше перед этим говорили про акты, соотношение архитектоники и состава событий. Да, то есть у тебя всегда есть начало, середина и конец, да, а внутри у тебя может быть там движение управляющей идеи туды-сюды, туды-сюды. Вот мне кажется, знаешь, это, конечно, не про игровые сценарии, не про персонажа игрока, но у меня прям есть лего, что вот эти вот три акта про Аристотеля кто-то очень криво прочитал. Аристотель сказал, есть начало, середина и конец. Начало, середина и конец. Он ничего не говорил про три акта. Это не акты. Это как бы... У всего есть начало, середина и конец. Нельзя это называть актами, это не структура, это не... Нельзя после букваря сценариста говорить, что в сценарии три акта. Акт — это движение управляющей идеи. Мне кажется, каждый, каждая сценарная книжка вот после там Макимит и Сегер, да, и Снайдера, она про то, что нет никаких трех актов за пути. Это ложный конструкт. Ну или наоборот, натягивание совы на глобус. Показывают на четыре... На четыре акта показывают и говорят. Это три акта. Да, 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 да. Слушай, да, есть ли вопросы, а то мы сейчас вот как бы этим... Сейчас. Ты меня увел, персонажа игрока, в структуру своей. Это я еще... Я еще тебе не задал все свои вопросы, которые у меня есть. Я в 55 минут уйду, потому что меня будут ждать в другом месте. Я помню, у тебя еще 7 минут. 7 минут. У тебя куча времени. Куча времени. Так. В играх... Так, сейчас, сейчас. Каков возраст играющих людей и в какую сторону идет динамика? От... Ну, не знаю, во сколько там они начинают... Вы когда плашнет своим детям кладете? Когда им год уже? Ну, то есть вот с года получается до смерти, потому что старенькие люди с удовольствием тоже играют в игры, обучаются им. Они могут играть в какие-нибудь преферансы, покеры, там, не знаю, футбольные симуляторы, но тоже будут это делать. Поэтому вот этот... Какой возраст у игроков? Уточните платформу, жанр, да? Тогда мы будем говорить про возраст, потому что игр столько разных, что в них играют все всю жизнь. Вопрос. Какие цели ставит компьютерная индустрия, кроме денег? А что не так с деньгами? Что не так с деньгами, да? Ребят, но так, избитый вопрос, но как лучше всего войти в индустрию? У меня большой опыт сценариста, прошла курсы нарративного дизайна, пишу истории в Твайне, изучаю Юнити, но всем нужен опыт или готовая игра. Мне кажется, Маша, ты про это съела зубы. Если человек изучает Твайн и учился на курсах по нарративному дизайну, у него должны быть уже готовые игры. Юнити человек изучает, значит, будет готовая игра. Вы кладете игры, которые вы делаете себе в портфолио. То есть пока вас не наняли на первую работу, хоть тушкой, хоть чучелком, вы делаете себе игры сами, вы участвуете в игровых конкурсах, джемах, вы делаете там игры с командой, вы все эти игры кладете себе в портфолио. Знаешь, вот я тут студентам читаю, я показываю им подряд портфолио, вот смотрите, игры люди кладут в портфолио, вот ты чего, вот сюда можно выложить. Первый вопрос из зала. А что делать, если у тебя игр нет? Делать игры? Как искать работу? Смотрите, есть вакансии, сейчас их мало, по понятным причинам. Сейчас провалы на рынке, да, вакансий мало. Это исправится, рано или поздно, так или иначе. Вы пишете на вакансию, вы отправляете в свое резюме и портфолио. Если вы хотите, чтобы вас рассматривали, в этом портфолио должны быть игры и примеры внутриигровых текстов. Не надо роман туда отправлять. Можно сказать, что он у вас есть. Смотрите, вот я издался, и кусочек из него вычеркнуть. Выписать самый лучший, самый лучший диалог берете и вставляете как пример. Пишите, отправляете портфолио. Если вы нравитесь, вам отвечают, дают тестовое задание, вы выполняете тестовое задание, вас приглашают на собеседование, и все. У нас обычное, традиционное трудоустройство. Так, игровой опыт похож на реинкарнацию? Не уверен, что я понял вопрос. Я не проживала реинкарнацию, к сожалению, или я об этом не помню, поэтому ничего не могу ответить. Так, Мария, можете показать пример сценария игры? Он хоть как примерно выглядит? У тебя есть на сайте? Сейчас я покажу все. Сейчас я все покажу. Сейчас я открою презентацию, которую как раз вчера буквально студентам показывала. Я пока свой комментарий прочитаю, Алексея. Путь героя помог освоить Землю и выйти в космос. Если герою некуда идти, нужно другие реальности. Я, пожалуй, с этим соглашусь. Ой, как сложно-то все. Так. Наталья пишет. Маша, живое воплощение интеллекта и харизмы. А я рядом с тобой, живое воплощение тупости и любопытства. По-моему, у нас с тобой отличная беседа получается. Что такое? Да, вот Валера пишет. Чудесная беседа. Я сейчас покажу. Погоди. Все, я готова. Давайте я вам покажу. Смотрите. Сейчас. Где это? View. Слайд-шоу. Давай, давай, хороший мой. Мне скоро уходить. Да, смотрите. Last of Us. Американкой пишутся катсцены. Сценарий пишется в Excel. Сценарий часто пишется внутри движка. Не переживайте, устроитесь. Вас научат этим пользоваться. Если вы изучаете Unity Unreal сами, вы знаете, что Blueprint-ами там вот это все замечательно создается. Нодовая система, как в ArticDraft. ArticDraft стал бесплатным. Скачиваете, устанавливаете, смотрите туториалы. Люблю показывать этот слайд, чтобы у людей выбить почву из-под ног. Вот так выглядит игровой сценарий. Вот мне кажется, каждый раз, когда мне кто-то будет говорить, ой, что-то я никак не могу разобраться в американке. Вот это вот показывать и говорить, идите, пишите компьютерные игры. Дальше, да, у нас любимый текстовый редактор игровых сценаристов – это Excel. Это пример игры Deus Ex Human Revolution. Вот она вся, вот это весь сценарий Deus Ex Human Revolution. Ну и вот, пожалуйста, это из игры «Ночь» Яна Шевченко, он разрешил мне показывать. Это пространственная организация сценария, когда у вас есть локация, у вас есть точки интереса. Игрок может подойти к любым, в любом порядке, а к каким-то вообще не подойти. И вам, соответственно, вот надо как-то вот это все рассчитывать. Вот вкратце примеры сценариев видеоигр. Мне кажется, это так мозг прокачивает. Последний вопрос. «Кишатин Кецу» не востребовано в европейском кино именно в силу непривычности, а мне нравится его плавность и насказательность. Ага, «Атака Титанов» очень не востребована. Ребят, сейчас просто корейские сериалы, я не знаю, да? Японское аниме, примерно все. Не надо вот это вот замыкаться в европейской системе. Мне кажется, ты знаешь, мне кажется, вообще сейчас будет очень много вот этого, потому что я... Да, ну уже давно. Лучшие фильмы, которые я смотрел в последнее время, это китайский фильм «Битва при Чусинском водохранилище» и индийский фильм «РРР». «Голливуд курит». Ну, это тренд на «Дайверсити», который пошел уже несколько лет назад. Все, как бы у нас закончилась гегемония Голливуда. Ну, она продолжается немножечко, но весь остальной мир со своими уникальными, интересными, там, самобытными и структурами в том числе, он находит свою аудиторию, в общем. Поэтому не надо думать, что «Кишатин Кецу» не востребован. Богатовекторность. Да, посмотрите аниме, рейтинги, и мы посмотрим, востребованы или нет. Все, Маша, я тебя обнимаю, беги, беги. Все, спасибо. Ты успеваешь, спасибо, очень мощное выступление. Ребят, пишите в чате много-много-много-много Маши, спасибо. Я потом в описании видео добавлю ссылку на презу, и подписывайтесь на Машу, везде читайте, и пишите сценарий компьютерных игрок. Спасибо, все, давайте. С ложным вот этим вот языком. Все, пока. Все, пока.